В понедельник аппаратное совещание состоялось в Чердаклах. В начале заседания глава области поблагодарил руководителей районов за проведение мероприятий в память о 75-летии со дня снятия блокады Ленинграда. День воинской славы отмечался вчера. Вчера дал поручение ускорить работу, связанную с обсчетом и внесением предложений и вам, главам муниципальных образований, и сюда, в региональные правительства, по ремонту монументов, по ремонту памятников. Это очень важно, чтобы к 9 мая нам привезти это все. Поручил Сергея Мороза подготовиться к еще одной памятной дате – 75-летию со дня разгрома немецких фашистских войск под Сталинградом. Оно будет отмечаться 2 февраля. От исторической повестки перешли к вопросам современности. Губернатор предложил совершенствовать систему работы с обращениями граждан. Будет создана и начнет свою деятельность онлайн-приемной администрации губернатора, куда будут поступать жалобы и просьбы людей. Следом за ней онлайн-приемные могут появиться у министерства и муниципальных образований. Мне кажется, это позволит повысить открытость, эффективность работы региональной власти. Все это будет на сайтах администрации губернатора правительства. Это позволит создать личный кабинет, в котором там заявитель не только сможет вводить свои обращения, но и видеть текущий статус всей этой большой работы. После этого перешли к подведению итогов прошедшего года. Большую часть 2018 года индекс промышленного производства не превышал 100%. Однако под конец года удалось существенно вырваться вперед. И мы по итогам 2018 года завершили промышленное производство с показателем 101,8% к прошлому году. То есть почти 2% рост. Как правильно понимать эти цифры для того, чтобы, может быть, и объяснять, и руководителям наших предприятий в целом, и оценивать. То есть, если взять 2017 год, то индекс промпроизводства в Ульяновской области был 107%. То есть к этому объему мы прибавили еще почти 2%. Получается, что за два последних года ульяновская промышленность выросла на 9%. Тогда как средний по России уровень за этот временной отрезок составил 6%. Основное повышение зафиксировано в обрабатывающей промышленности. Здесь больше всего потянулось производство напитков, одежды, изделий из кожи, бумажной продукции. В два раза выросла переработка нефти. Но при этом добыча полезных ископаемых снизилась. И в частности, это существенно заметно по нефти. Абсолютное большинство, 99,9% налогов, выполнены с большим сбором финансовых средств. Но планы наши были, коллеги, в процессе исполнения бюджета были более высокие, мы ставили. Поэтому мы понимаем о том, что у нас есть резервы. Поэтому мы и говорим о том, что 2019 год – это год, который, так сказать, не должен нам позволять не выполнять наши планы. Обсудили на аппаратном совещании проверку газового оборудования. На выходных снова произошел взрыв газа. На этот раз в одном из кафе Саратовской области. Поэтому тема безопасности при обращении с газовыми приборами продолжает оставаться одной из самых актуальных. На сегодня проверено 737 квартир. 93 нашли несоответствие нормативным требованиям. Есть по видам утечки в 9 подъездах, отсутствие доступа и нет тяги в 17 случаях. По всем случаям приняты меры по устранению. В трех случаях было произведено отключение. Губернатор поручил активнее привлекать к этой работе представителей бизнеса. Ведь саратовский случай с газом произошел не в жилище, а именно в общественном месте. Значит, к безопасности нужно предъявлять особые требования. Последняя часть аппаратного совещания была посвящена реформе обращения с твердыми коммунальными отходами. Заканчивается первый месяц ее проведения. Время подвести первые итоги. Коммунальные операторы, согласно территориальной схеме по обращению с отходами, размещают все отходы преимущественно на шести полигонах, и еще три у нас находятся в резерве. Тем самым ежегодно будет сохраняться в регионе не менее 40 гектар земли, которые были бы заняты навалами отходов. С начала работы горячих линий по обращению с твердыми коммунальными отходами на них поступило более 15 тысяч звонков. Причем их число уменьшается. Большинство обращений были связаны с нехваткой или отсутствием контейнеров, несовременным вывозом и переполнением контейнеров. Меньшая часть обращения касалась тарифов. Свой вопрос задать на аппаратном совещании получили право представители региональных операторов. Их больше всего волнует поджоги контейнеров и взаимодействие с муниципальной властью. Егор Тстоф, Юрий Конехи, Новости дня, Ульяновская правда. Продолжение следует...